Субтитры делал DimaTorzok 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 Третий вопрос Да, слушаю Субтитры делал DimaTorzok 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 пополам страницу разлинуйте не ехать а теперь вот это которая ехать еще раз пополам плюс и минус я ищу положительного для души потому что здесь вот кто-то попьяный мы ничего нету детей не воспитаешь здесь ты в явно плюс большой плюс ставите а если вы едете что в этом отрицательно вы дрессуете ноль ничего там отрицательного нет дальше второй вопрос его отвечаете по библии библия говорит как что она нам об этом говорит то есть в этом вопросе ты свободен птица слетается к подобным себе библия об этом прямо говорит то есть человек тянется его как магнит железо притягивает ты увидел что да это там тебя какие-то неурядности будет переезд это все ничего не значит сравнение с тем что ты ищешь для души а это все загладит у тебя останется один плюс и в каждом вопросе теперь 2 не ехать не ехать ну когда в лист разлиновали не ехать а его еще пополам вот не ехать еще в этом положительного и вы начинаете смотреть положительно не ехать но еще засохли на одном месте эти ну они не имеют общения с детьми учителя не верующие а учить то надо все равно и теперь разбери это то есть ехать и не ехать и ко всем пунктам все это поставить и вы тогда увидите меня спрашивать уже не будете а что говорит совесть совесть будет говорить то какой ты есть испорченный он будет лепить плюс где надо минус это скажи ты как понимаешь давай-ка помолимся еще раз не знаешь обязательно молитву деточек призовите и скажите давайте помолимся помолимся и потом что у тебя на сердце будет это совесть это очень важный рычаг ну а последний для кого для кого ты соблазном будешь я кому ты нужна там ну и смотри в этом соблазн какой никакого вот соблазн бывает там где господь говорит лучше бы милиш и жерна повесили бывает что-то человек ну знаете вот тут такое дело деньги мы решили так вот что ну можно в домашних условиях водку гнать и продавать чтобы поднять как-то капитал свой нам советовали такое давайте мы у вас тут устроим приезжали когда первый год мы понимали за этим то есть вам не надо варить ее просто на вашей территории мы организуем здесь будет пивоваренный завод пиво это небольшой алкоголь мы не под каким видом потом приезжали нам и говорили у вас вот тут озера давайте мы приедем вы разрешите нам построиться мы разведем гусей тысячи полторы вот ну что-то сделаем так процент какой-то вам не под каким видом у нас в уставе написано землю никому не отдавать конечно мы не богатые но голодные никто ни разу не был не был приезжали ну дома продали там на эти деньги там все начинают сами строится там никто не строит у нас каждый должен сам как вот ярмак ешел там хабаров строится и а дальше у него прибывает все это прибавляется прибавляя слепчелы значит роятся они скотина телится овечка ягнется и у человека прибыть так он начинал с одной овечки батюшка а сейчас у него колоста он батюшка и с протянутой рукой не стоит у нас с тарелкой по храму не ходят а висит ящик то желает положит все платье десятина и на этом вопрос закрытый нам не надо не свечи покупать воск на это покупает батюшка сами льют и ставит там в церковнике сколько надо то есть у нас этого нет шатания чтоб ходили там а к а горки эти тушили перепродавали у нас по уставу написано до должна догореть помигать и погаснуть даже эту мелочь мы указали во всем по-честному и вот так когда вы ответите вопрос то сам по себе уже вырисовывается уже ответили я не настаиваю ни на чем потому что вы можете приехать и разочаровать ой мы думали а и мы вам сразу сказали открыто фотографии открыто наши смотрите потеряевки люди это так дело еще в общем как-то моя сестра она в новосибирске была там новосибирске академгородок это всемирно известный такой научный центр и говорит там в нас приглашали ну чтобы послушать меня я приехал и она говорит от братка она моложе меня с 52 года и говорит братка вот ты рассказывал о потеряевке но все правильно но рассказал так что нам охота все бросить и скорее потеряевку ехать я рассказал про клещей про про этих но я сказал клещенцы палитных нету их много там на коровах бывает на тебя где-то прицепится помазал маслом он сам отвалился ни один человек не болеет рассказала комарах но как-то так рассказали что и нам и комары не страшно потому что малярийных нету нету ну комар укусил это хлопало его и все я ничего не упустил но я именно показал то что я люблю я показал какие степи какие травы какие ягоды какие просторы как детьми занимаемся как с детьми вот у меня в лагере дети мы идем там собираем корень солодки копаем все правильно я неправда переехали сейчас живут потеряевки переехали надо же переехали я люблю это место люблю и поэтому я сказал о недостатках какие есть у нас были которые уехали один приехал у него деньги хорошие он может нанять рабочих были такие кто покупал привозили ему строили дом он только деньги платил но я горит матерюсь но у нас условия нельзя ругать он побыл простились и на этом все я горит не могу воздержаться один приезжает дом построил а у него это все такое что он все равно уехал у нас такая обстановка что человек нарушающий устава он он выйдет мы его за руку не будем выводить один приехал нормальный все женился на нашей прихожанке уже двое ребятишек загулял у него как называют ампула торпеда была вшитая закуролесил все собрание собрали предупредили раз другой он продал и выехал один там поднялся с одним объединился ну просто мерзости делает нарушение заповеди седьмой и не под каким видом тогда это последнее у нас средство крестный ход обошли вокруг крестный ход и утром его как говорится корова языком слезнула он просто бежал оттуда у нас очень мощная поддержка мы делаем все по совести по благословению батюшки но мы к этому прибегали один раз но когда объявили что-то то куриный гриб там придумали и везде начали ездить уничтожать мы опять совершили крестный ход господь от всякое все это покропил батюшка святой водой и нас не коснулась это заразы поэтому животных привозить у нас чужих не нежелательно никак потому что там надо ветеринарный пункт проходить потому что разные области у нас все ветеринары проверяет каждый год коров берут анализы все чистое мясо там печать поставят ну то есть проверенное это экологически чистый район вот и все прям так хорошо вы нам все рассказали подробно прям на все вопросы да отпали все вопросы да вот теперь мы еще не обещаем повторяю ли мы никому ничего не обещаем все приезжают строится сами но такие как вы приедете там у нас дом один купленный у матушка его купила там теперь с ней надо поговорить чтобы она оттуда вещи вынесла вот и все стоят дома вот допустим мой брат выехал родной брат он моложе меня на десять лет запил пьет и значит сделали собрание меня правда там не было нас в интернете там стоит прямо как идет собрание на улице выступает все на улице мы видели это собрание он и есть это брат однажды пьяный ездили так он соседнем селе там купил домик туда переехал тут вопрос очень серьезный но есть люди которые начали там вот об рада можно было работать с ним нельзя мы работали с ним больше десяти лет он срывается по стану он дом свой готов продать там что-то не так то можно большую скотину держать дом развалит они дома сара и развалины и там это все поправимо но если у нас будет там атомная бомба разорвется останется только его дом он сам бетонщик он такую арматуру занес и все фундамент у него под под домом там целый этаж еще там все там уже пчел хранить наверху у него есть но все это так сделано ну прямо это но хороший хозяин это все выправит каркас целый дом можно утеплить как сейчас евро ремонт делает там такие пенопласт лиц листы делают то есть там есть выбор даже есть но это только нынче потому что уже человека три говорят об этом приехать но без денег без денег конечно делать нечего потому что людей денег нет первый год там помогут тебе но ты должен встать на ноги я говорил как я корову даю даю корову кому-то и она там из-за двора в двор идет вот у кого кому я давал я если вы переезжаете я ее отнимаю сразу и на ваш двор перевожу что она должна быть от 2 до 3 лет самое главное не было бы у меня аллергии мы будем это проверять а то я аллергик у меня на на кошек на пыль на коров вот аллергия была и на коз но вот козу держим все нормально то есть методом тыка пробовать надо есть есть значит никогда не болели этим людям это людей вот разными лекарствами таблетками просто молиться нормально там у тебя своя баня ты в субботу помылся ходишь босиком босиком ходить надо босиком акунпурное лечение через подошву это почки легкие глаза тут все связано с этим у нас никогда никто в деревне не болел этого никто не знал аллергия у тебя на счет аллергия да у меня на цветы так на подсолнухе все подсолнечное масло не ешь у тебя на куда на птиц значит яйца не ешь у тебя на корову молоко не ешь у тебя быстро то дурь пройдет ты только доверься ты поверишь что самом деле это благословенная земля все освещено ну защихала маленько глаза послезились это никакая не болезнь ты не помню меня астма ничего не будет не умрешь ты сама себе скажи я здоровый все могу на меня удивляется вы хоть болеете чем-то никогда почему потому что что болит это естественно отмирание организма надо быть радостным всегда и что за болезнь а вот лежит у нас сергей парализован вот эта болезнь да все абсолютно все у него огнем горит уходит и другой раз несколько дней не может в эфир выйти я у него был вот сейчас там наш врач к нему приехал в интернете просто доволен что батюшка поговорил с вами да мы тоже довольны вот и игнатий тихонович а выяснилось тут еще вот так что я тоже так же не пойми как была крещена меня оставили маленькую в купели тоже сверху поливали тоже не годится значит 12 июля будете крещена июля или июня я ля ля а в петров день до 12 нынче попадают у нас после седьмого июля седьмого будет понедельник то следующее воскресенье мы еще так и попадает понятно понятно посты все соблюдают церковь все давно в деревне идут еще не хотите то ну понятно конечно и вопросы нам тоже такие же как к оглашенным будут задаваться ответите на вопросы надо ответить да будет поручительно но срок вам никакого не будет потому что вы все знаете видели ходили в церковь помазание не будет потому что она у вас там было только погружение совершается и на этом все а вот после погружения вот эти вот так как не полностью таинство совершать это тоже грехи все прощаются прежние как раз в воде то и омываются человек рождается заново это вас не крещение это был обман вы на это дожить сказать полное погружение все святые отцы я давал материал то вы видите выставлено другого нету другого никогда не было это просто хулиганы делают что там помочить или что-то так а то личное потому что люди не знают они попы на этом играют играет и деньги берут три условия должно быть первое условие человек должен уверен по библии правильно второе полное погружение трижды руками священника и третье это должно быть бесплатно сегодня в церкви все нарушается люди не знают приходят в ладошкой по голове платить деньги уходи и его никто не знает это абортированная а как же вот как же им быть но пускай ищут мы еще живые стущащему отворят ищущий находит написано им только так и быть другого не нано священописание определенное четко ясно об этом говорит евнух и филипп оба сошли в воду и митрополит и по-другому никогда не было и патриарх алексей второй говорил крестить только в полное а они горят ничего я говорю 98 процентов не слышат меня ну то есть разбойники сборище разбойников на пути всех им как библия говорит на все на это смотреть мы им сказали они довольствия от посты кто их соблюдает и проще то есть они варганят что попало у нас все соблюдают батюшки никто не подходит не выпрашивает тут у меня там диабет там или еще что-то пост все растительное масло батюшка может разрешить очень больному и другого и вино вино там это для лекарства что-то остальное сейчас на субботу воскресенье вот вчера мы воскресенье масло было растительно сегодня нету нам нужды нету только маленькому особенно ребенку это все благославляет батюшка он не превышает свои полномочия потому что он священник как у вас там с дорогой сейчас не проехать у вас нет когда сейчас абсолютно нет а вот когда все это растает а насчет подсыхать тогда только вот сейчас еще можно еще не растаяла еще именно в данный момент от сил сегодня сегодня прям вода еще до в городе да уже все вот сегодняшний началось сильное сильное таяние в деревне это там попозже вы видели если собрание у нас было батюшку спрашивали как насчет снега то ну как таять будет все мы приехали с нуля с нуля вообще ничего не приехали степь что спрашивать а сейчас электричество есть электричество получен статус статус мы открывали когда было это надо было в белом доме в москве там все было против теперь еще не говорить то теперь езди остановиться мы приехали ничего нету палатку первую поставили лопата с собой на следующий день пошли в соседнюю деревню батюшка покупать корову а потом приехал директор соседний лошадь пришлось далее привезли и купили все все покупали на посадили а уже дальше зелень пошла а уж зелень пошла корова доится все вопрос сняты сами хлеб стряпать я печник русская печь сделал и пошло у меня муж тоже я уже сейчас не делаю я 40 лет печником работал я строительный техникум кончал я профессиональный строитель но мне не давали прорабом я только до армии работал а поэтому печник этого во первых доходное тебя накормят и следующими передадут кому надо я там городе барнауле летом только там приезжаю брак брак не венчанный враг да в принципе а когда появилась вот этого массы не меньше но брак венчание брака в правилах она вообще есть я говорил что венец должен лежать на голове если вообще не вершина значит венчание будет нет мы вершины нет нет но как бы не так и есть венчание уже не перевенчивает никак как уж если на головах не были бракососочетания перед богом на вещание не было венчание то венец опустить слов венчание то другого нету а раз их не было их и вообще венцов не было но мне сейчас это как у хаджи мурата там хаджи мурата говорю хаджана средин помните как он подошел а один там шашлык готовит а он подошел по дымом стал какой вкусный шашлык то с дымом дыма то а он увидел его схватил и каде каде это судья поволок он говорит правильно платить надо было взял у него деньги давай это который нюхал то от запаха взял его так вот слышал слышал вернул назад хозяин ну вот и теперь получил свои деньги тот запах а ты звук нет он имел ввиду знаете что невенчанные браки у нас сейчас вот например пара невенчаны они и причащаются и все можно это допустимо или нет нельзя потому что он верующие это невенчанным а вот когда бывает оба были не верующие а потом один обратился обратился а он неверующий так останется до смерти может быть тут уже ничего нельзя сделать но когда уже доходит до дела он должен сказать я признаю ее женою но вещаться я не буду тогда ее допускает до причастия и все это согласно седьмой главы первое послание к коринфянам 5 и 7 5 и 7 1 коринфянам это когда один обратился а другой не обратился но оба были комсомольцами а потом один уверовал вы там даже сейчас нужно верующая жена верующая я должен жить с ней а раз неверующая она не идет и венчать а тут понятно она его уговаривает да и не зачем несчастье когда он неверующий то и понятно что ничего не но церковь это признает за брак и вы если допустим он тебя оставит бросит это все равно что вы как венчанные были не так что мне льгота дается я жила не венчана меня признавали а теперь ушел я могу за другого так не пойдет поэтому на 100 принимает крещение они должны сказать точно этот который у тебя щит не венчана ты его считаешь за мужа за мужа он тебе верен да не разведешься нет все на этом я допускаю допускает до крещения и поэтому дальше она отвечает сама за себя она дала слово все хорошо объяснили нигде такого ответа бы мы не нашли точно мы на практике я не эти мы конкретно знаем как вот первый год приехали когда у батюшки венцов не было как раз староста деревне был пошли полевые цветы собрали на сплели венки и батюшка их венчал надели венки и представь это тоже венец из полевых цветов он конечно интереснее даже красивее чем и золото будет игнар тихоныч а вот у меня тут есть наколки соблазном не будет никому с армии в армии конечно закрываешь там не видно было как-то выводят на пальце на пальце вот здесь прям вот на на самых виднах выводят я не знаю тут есть такая организация какая-то я здесь и выводят но если можно вывести а если нет ну еще сделаешь старый грех все время тебе будет напоминать где ты был но это в армии я говорю как есть нежелательно но палец тебя рубить не будешь же сам не делал а то заражение какое-нибудь будет нет 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 это бывает так там придешь они там что-то там накладывают там электричеством как-то делают удаляют я не знаю как но как-то удаляют просто можно зайти и узнать надо бы узнать у нас я не нашел тут по интернету по у нас барнауле есть тут что-то есть я видел там какие-то плакаты но так как меня это не касается у меня этого нету хорошо если правая рука а ты стал священником и целую твою печать совсем не годится да ладно еще если там что-нибудь такое то бывает нарисует непотребное кощегара с лопатой на холке смотрели собрание сегодня ваши талантли талантливые птицы у вас растут да руку положили часа у вас парнишку мы как-то не так давно смотрели передачу он пришел забежал а вы его к себе давай-ка давай-ка заходи стал наше собрание мимо проходить забежишь убежишь уговорили его остаться он так и остался а сегодня смотрим он уже на собрании уже в чте цирку положили он так прям молодец такой бодренький хорошо говорит молодежь семинаре учится да 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 он говорил что учится она она его юлия она медицинский закончилась красным дипломом университет а он экономический факультет университет отец отец у него полковник кгб они тоже потеряевские нет барнаульские а они барнауле проходят у вас до собрания все мы в барнауле все да понятно все барнаульская потеряевки там у нас раз в неделю бывает когда после службы пообедают потом возвращается там и все снимаем это в барнауле у нас такое богатство вот она в чем дело это барнаул вот чем мы выставляем вот он володя стоит ну-ка наклонишь обидно было это он у нас тут режиссер у вас значит и барнауле еще такая же община но вообще на больше то потерять это там маленькая совсем но потеряевка это у нас когда корень то вещи кто-то на месте у него все разбирают приезжали надо тут сливки кому надо молоко творог там сыр варят масло даже делают и то есть коровы есть конечно в этом вопросе староста деревне игорь барабаш это у него он начинал буквально с нуля у него ну да с палатки с палатки мы знаем но вот сразу построил так маленькой маленькую маленькую тому ну и дальше построили они на кровати закрывать как палатки на комаров сейчас дочка закончила медицинский университет у него сын заканчивает строительный ну и один пацан там учится название какие старшего сына терентия этот еремия ух ты пророк да пророк пророк понятно так-то игнатий технич молитесь чтобы у нас дом продался мы молимся каждый день молимся нам звонили но пока еще с астрахани батюшка а да кстати мне прислал сообщение один священник отец константин широков и написал смотрел видео наши беседы и говорит по напишите ваши имена я буду за вас усердно молиться чтобы господь благословил нас перенатый переезд к вам молиться и потом интересно еще один молодой человек позвонил говорит что вы нуждаетесь в деньгах в переезде и вот он нам тоже готов помочь а как его звать андрей бог усмотрит усмотрит помните когда авраам пришел приносить жертву сына исаака а исаак спрашивает а где жертва а он сквозь слезы отвечает ему сын мой бог усмотрит смотрит он не знал а тут овен был баран запутался ветвями он его ветвях рогами и он на жертву положил бог усмотрит и потом назад когда обернетесь посмотреть и скажешь неужели это мы были мы ничего никому не обещаем мы говорим помощи никакой ник никому не можем но это почему потому что мы так говорим а на самом деле когда приезжают люди мы со всех сторон стараемся помочь чем только могут там из огорода и ну то есть все и когда строится там и фундамент залить и крышу когда кроет что без помощи не будет привезти все на там это тот вопрос но мы везде говорим помощи никакой как мы начинали с нуля и вы потом человек не упрекал сюда конечно хорошо ладно поняли мы все у нас духовных вопросов как таковых нету спросим потом когда появится тем более вы многое узнаете вот сейчас я ролик закачал он у меня был дня три назад беседа была с одним юношей он из баптиста пришел православия и а я его выставил и он у меня оказался где-то на пятом месте уже кажется я сейчас его оттуда уберу и сейчас второй раз закачиваю на первое место он выйдет юноша один и вы посмотрите как идет разговор а как ролик называется он прям так и называется там у харьков баптист слова баптист я его выставлю буквально через час понятно он у меня выставлен если посмотрите он есть дальше там но его далеко черненький парнишка пятое место что ли он там на пятом от начала которые вот у нас что сейчас последнее было занятие собрание еще через два и этот ролик стоит но он далеко люди заходят и думать я там все просмотрел а он как раз я выставил он там и выскочил я сейчас его туда ликвидирую а суда заново закачиваю он уже закачен у меня как вы хоть хорошо сказали хотела поинтересоваться про клещей потом думаю ну чё я буду про них спрашивать и вы мне уже ответили на него потому что у него выберешь там еще собака везде есть на человеке где-то бывает больных не было за 180 лет как потеряевка 180 лет назад она была потом ликвидировали клещ любит хвойные леса у нас хвойного леса нету у нас лиственная береза осина ну там все такое вот алипа а змеи у вас есть коров с отцом в один год убили мы 76 змей гадюки ядовитые сегодня ни одной нигде нету уже нету лет 30 наверно все разворали все ушло и вообще нету никто не дать не медведи и акул нету не львов никого это нападают там это тигры у нас ничего этого нет а раньше были волки прям приходили по деревне мы видели сейчас ничего этого нету нету причина какая разработаны поля вплотную то ну и притом у нас хвойного леса нету а волки там где можно прятаться у нас просто тоже не было змея вот два года подряд у нас даже крыльцу подползала прошлое лето весной весной уже уже два пятнышка нет 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 гадюка гадюка у нас уже видели несколько лет назад да еще даже не узнали думали змея да убили нынче почему-то было много ежей ежи 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 у нас тоже есть ежи ежи были ну я их несколько ребятишки поймают а я их всех в сенках там держал и каждый день молока им подливал они хорошие они прямо в лагерях под столом прямо сидим обедаем он сидит подошел лакает русские кисус таки были сейчас нету кошки все по кушке были такие ребятишкам это урок был а сейчас нету уже лет 10 жал потому что кошки появились окошки ходят очень далеком степи она сразу ловит ну конечно а раньше было я в один день поймал 70 штук их надо ободрать высушить и 20 километров в село отвезти и там тебе продадут одна шкурка 3 копейки 5 4 1 сорт это 6 копеек а велосипед то надо купить денег то нет потому я сам себя уже обрабатывал где-то уже здесь там может чуть не с пяти лет ну а как по-другому ребятишек нас семье 10 детей у отца было 10 живых 10 было-то 12 поэтому когда двое трое ребятишек у нас это даже никак не считалось многосемейная тот нас 10 аромат героиня была она все работают что-то хотел спросить нет у меня все вопросы духовных вопросов нету по деревке вроде все понятно мы все открыто говорим и тем более я выставил материал где обратиться посмотреть в ю тубе там про потеряевку я скидки делаю все время об этом хорошо смотри там как там зимой они на снегоходах ездят соседнюю деревню машины там оставляет оттуда прям на трассу и барнавул они едут другом направлении 10 километров и там знакомых оставляют снегоход пересаживаться на машину выезжает на трассу от потеряевки зимой хода то нету он был бы ход если бы у нас был бы такой трактор клином раньше но все равно заносит очень быстро оттуда приезжают опять снегоход оставляет машину оставляет на снегоходе потеряевку но летом летом ждут двумя ведущими они и бывает иногда такая распутится абсолютно невозможна доеду через корчину через корчину это дальше туда в обратном направлении 80 километров лишних там ну того стоит того стоит потому что это редко так бывает особенно весной иначе ты застрянешь ехать только на тракторе вытаскивать будут но это не всегда трактор свободенную да и как трогать ну то есть это не север где там люди вечная мерзлота там как-то добью добиваются едут тут тут а все проще подсохнет и пыль столбом а станция как называться от барнаула может быть есть станция ближняя к нам я вам маршрутку-то посылал наш разец подстепный степь степь подстепный вот а если едут с другой стороны или московский то ехать до корчина я опять могу скинуть маршрутку корчина нет не надо не надо прочитаем еще просто корчина это большая станция разец подстепный только для нас корчина да есть на карте я смотрела между ребриха и корчина посередке я не знаю это 4 метра от нас 4 километра всего а поезда идут если напрямую напротив деревни километра два с половиной все ясно это не глубинка какая-то где там нет каждый день идут поезда мы видим как они мимо проносятся совет недалеко у нас 15 километров вода района там 57 километров районный центр там это больница до мамы мы тоже привыкли мы даже некий это не считаем ни за что учителя каждый год там сдают анализы едут и учителя государственная школа но только начинается все с молитвы все верующие я одно могу сказать лучшего места для воспитания детей в христианской православной вере просто не найти все верующие все служба начата от 1 сентября батюшка специально молебен проводит об учителей учеников в храме дверь открывает здание половина школа половина храм заходят тогда ставится концерт это все у нас выставлено но под одной крыши там был клуб и стены оставались и поэтому на стены вывода развели их до конца выправили потом целый вагон лесу купили досок там делов было много теперь-то храм готовы школа готова а начинали то когда которые девяносто первом то ничего не было совершенно ничего пустырь крапива воробьи а сейчас а ты приехал счет выговорит тебе помощь могут чем-то оказать там а тогда ничего нигде нет кто приезжает гости каждый везет то крупы кто хлеба но сейчас ты сам можешь печь и мука есть и все да мы печи пик у тоже хлеб сам может в городе покупают все время каждую неделю они едут сюда машины людей будет больше значит чаще могу чаще будут может быть здесь машины идти сейчас едет допустим у кого много он каждую неделю около меньше коров там через и в две недели раз ну когда я говорю начинали то там вот у андрея у него пятеро ребятишек усинного то во второе которые вы видели у староста потом я был тоже приехал с нуля женился невесту нашел привез и пятеро ребятишек а один сейчас уже учится в городе у нас и учителям там не просто они много классов ведут и много уроков получается а учеников мало а если вот ваши то пойдут это все-таки закрепляет как-то участие есть которые хотели бы приехать с разных мест уже но дети совсем мало и у людей совершенно нет средств и ну никак мы не можем еще дома строить мы не можем если ты сам строишь тогда вопрос другой вы начали вот в этом доме а потом говоришь а мне хотелось бы вот там то ну то есть нас на одной стороне на другой там где кончилось там пруд есть я хочу там вот там теперь начинать строить покупай завозе копай фундамент то есть это все в твоей власти мы начинали только одна лопата у нас была и ломик копали закладывали искали всякие проволоки а сейчас машины идут у нас когда один приехал алексей тоже племянник и там арматуры понавезли старый дом купил он то у кого-то там кто уехал то а его сломал они и бортовьев много ну вот весной решили начинать строить дом сам уже план чертить какой ему интересно что он жил государственном доме с нас сибирска приехал там один даже у нас был как-то может быть бы брат мой даже он проверить его надо алёшку то он едет нормально или нормально это на племянника то так это тебе игру проверить надо в городе посмотри что делается как люди друг на друге сидят сегодня только ключи электричество вы друг друга дерьмом завалите она не будет и это же был давить вниз ты из комнаты не выйдешь а тут у тебя все свой колодец свой туалет все свое нет вот я сама из города меня туда не заставишь переехать еще тут говорить я его не хвалю и не не хай но я знаю что лев толстой говорил хочешь развратиться поезжай в город правильно правильно говорил ну так и все свое сейчас и деревне все по вымирали именно из-за этого что все развратились 21 тысячи сел уничтожено что-то споили всех поэтому уничтожено сейчас что случись вот какая-то там когда заварушка то пишет 130 километров пробка будет из москвы и уже надо заранее организовываться человек 150 чтобы компания была где что поставить огражать потому что везде начнутся грабежи ну люди то какие а мы не в отдалении это нам еще проще мы знаем как переносить невзгоды москва москва она уже потихонечку рушатся уже проваливается провалы там такие серьезные все все вопросов нету все и на дитихнович хранилась богом вспоминайте когда выходить понедельник в это время это ваши часы будет принимать вот они молодцы мои а красавица ну все с богом слава христу посмотрим они точно знают когда выходить